Дорогие друзья, перед нашей презентацией мы приготовили короткую презентацию, чтобы вы смогли посмотреть и вместе с нами поблагодарить Господа за все то, что Он сейчас позволяет совершать там на востоке Украины. Мы с братьями продолжаем совершать служение, которое Господь нам верил уже около 20 лет. Мы, находясь там на востоке Украины, раньше были в Донецке, сейчас немножечко разбросаны, но уже меньше между нами расстояние, как в прошлый раз. Продолжаем совершать это служение с детьми, продолжаем работать с интернатами, продолжаем проводить детские, христианские, летние лагеря. Также проводим разные евангелизационные служения. Вот сейчас приедем домой и будем уже готовиться к рождественским таким вот служениям, договариваться за большие залы и за малые также. Мы также участвуем при помощи поддержки наших церквей, мы осуществляем сейчас кормление нуждающихся людей. И вот пять церквей участвуют в этом проекте два раза в неделю люди, которые испытывают нужду, у которых нет возможности нормально питаться, они могут прийти в церковь и там покушать хорошую такую горячую пищу. И естественно перед тем, как получать духовную пищу, вернее физическую пищу, мы их кормим и духовно, совмещаем. У нас есть такое служение два хлеба. Кто-то задает вопрос, ну почему два хлеба, непонятно. У нас очень много национальностей живет вот в этом Донецком регионе. И так же, как и у вас есть мусульмане тоже. И знаете, очень тяжело рассказывать, никто не хочет слушать мусульмане о Боге. Но вот голодные мусульмане, когда предложишь им бесплатно хлеб получить, они тоже соглашаются получать хлеб. И тогда при помощи этого можно рассказывать о Боге. И тогда они уже не отказываются получить Новый Завет и завязываются разговоры. При помощи спортивных каких-то мероприятий на улице тоже это используем. Открытие новых церквей сейчас мы с братьями тоже вовлечены в это служение. Поэтому мы благодарны вам за то, что вы с нами вместе в этом служении. Просим вас, продолжайте молиться о нас. Может быть вы не каждый день будете вспоминать о нас. Ну может быть где-то там галочку себе в молитвенном календарике поставьте. И вспоминайте, мы очень нуждаемся в ваших молитвах. Господь совершает чудеса. Там мы рады быть оружием Его в руках. И сейчас по приезду домой у нас, мы уже более двух лет, третий год, занимаемся одним таким проектом. Ну назвать проектом, наверное, это громко будет сказано. Но мы увидели нужду в нашем регионе. Хотя мы считаемся таким угольным регионом. В основном практически все шахты сейчас закрыты. И уголь вырос до космических цен. И очень многие люди, которые нуждаются, у которых нечего кушать, естественно, они деньги не будут тратить на уголь. И есть такие семьи, которые приходят домой и в чашке замерзшая вода. Такие семьи вынуждены закрывать все свои комнаты в доме, сходиться всей семьей в одну комнатку, где находится печка, или же где ставят какой-то электрообогреватель, как раньше, помните, называли козлами их. Вот такая электроплита спиральная. И таким образом выживают. Собирают хворост, какую-то старую мебель, какой-то штакетник между соседями разбирают, чтобы как-то выжить, перезимовать. Сейчас у нас, несмотря на то, что такое положение, очень большие штрафы, если даже вырезаешь сушняк в посадках каких-то. Поэтому люди ходят по мусорникам, по свалкам, ищут какую-то ветошь, чтобы это могло гореть и приносить какое-то тепло. Поэтому, если вы хотите, если ваше сердце расположится поучаствовать, мы будем по возвращению с братьями, как приедем, будем закупать партию угля. Вот в том году мы раздали 50 тонн угля. Раздали не по тонне, мы по полтонны выдавали для семьи, и это уже было очень большой помощью. Если раньше от шахты выписывали людям, которые работают на шахте, около 6 тонн на зиму, то сейчас люди рады даже полтонни, потому что если раньше машинами покупали, то сейчас в лучшем случае мешками, а то и такими пакетиками приносят домой, то ведрами. Поэтому будем благодарны вам, если вы расположитесь поучаствовать. 10 долларов стоит 100 килограмм угля или 30 килограмм картошки. Поэтому вот по приезду мы будем тоже закупать картофель. Мы уезжали, закупили первые 10 тонн. Там у нас есть ребята, которые вместе с нами в церковь ходят, и служителя, и они развозили эту картошку, картофель. Вот сейчас мы вернемся и надеемся еще закупить партию, посещать такие семьи и неся этот второй хлеб. Картошка у нас в Украине, это как второй хлеб. Если есть картошка, то уже, можно сказать, уже все есть. И хлеба не нужно. Уже можно перезимовать, как-то прожить. Поэтому будем рады, если вы будете с нами в этом служении. Пусть Бог вас благословит. И сейчас немножечко короткая презентация на экране. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok